МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА Миграция населения оказывает значительное влияние на численность населения в отдельных странах и во всем мире. Однако не каждое перемещение населения можно считать миграцией. Миграция населения – это перемещение людей, связанное с изменением места жительства, при котором человек пересекает либо административные, либо государственные границы. Люди, совершающие миграцию, называются мигрантами. Основными признаками классификации миграционных потоков являются направление миграции, ее организация, причины и временной признак. По направлениям миграционных потоков выделяют внутреннюю и внешнюю миграцию. Перемещение внутри одной страны – это внутренняя миграция, а межконтинентальная миграция или миграция между странами – внешняя. Рассмотрим внешнюю миграцию. Выделяют иммиграцию и эмиграцию. Иммиграция – это въезд на постоянное место жительства в другую страну мира. Человек, совершающий въезд, называется иммигрантом. Эмиграция – это выезд на постоянное место жительства за пределы страны. Человек, совершивший выезд, называется эмигрант. К основным центрам миграции относят следующие регионы и государства. Центры иммиграции – Европа, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Швейцария, Азия, страны Персидского залива и Соединенные Штаты Америки. Центрами эмиграции являются страны Южной Европы, Индия, страны Африки и Латинской Америки. Рассмотрим виды внутренней миграции. Если человек совершает перемещение в пределах одной области, он совершает внутриобластную миграцию. Перемещаясь из одной области в другую, он участвует в организации межобластных миграционных потоков. А перемещение из одного экономического района в крупный экономический макрорегион ученые называют межрайонной миграцией. При внутренних миграциях человек может менять тип населенного пункта на другой или на аналогичный. Например, человек может переехать из села в село, из села в город, из города в город или из города в село. В зависимости от самостоятельности принимаемого решения выделяют добровольную миграцию и принудительную или депортацию. По времени перемещения миграция может быть безвозвратной, выезд на постоянное место жительства, временной, выезд на длительный срок, но с обязательным возвращением. И маятниковой – перемещение населения на учебу или работу в другой населенный пункт и возвращение обратно. В качестве основных показателей миграционных процессов используют наиболее общие показатели. Суммарный объем прибывших и выбывших в или из данного пункта района страны за определенный отрезок времени и соотношение потоков выбывших и прибывших, так называемая сальдо миграции. Сальдо миграции или механический прирост рассчитывается по формуле количество иммигрантов минус количество эмигрантов. На самых ранних стадиях своего развития человек, как существо разумное, передвигался в целях выживания на новые земли, реагируя тем самым на истощение флоры и фауны, процесс увеличения численности населения в той или иной местности. А каковы причины миграции в современном мире? К основным причинам внутренней миграции относят поиск работы, улучшение жилищных условий, повышение качества жизни. Причинами международной миграции являются социально-экономические, поиск работы, поиск неосвоенных сельскохозяйственных земель, политические, этнические, национальные, политические и другие разногласия, военные, эвакуация, реэвакуация, депортация, природно-климатические причины. К ним относят поиск наиболее комфортных и безопасных природных условий для человека, а также личные мотивы, стремление к свободе, желание жить в другой стране. Процесс миграции имеет как позитивные, так и негативные стороны. Позитивные результаты миграции, повышение эффективности применения трудовых ресурсов, повышение уровня доходов мигрантов и их семей, сокращение уровня безработицы, воздействие на дефицит рабочей силы, негативные последствия миграции. Как правило, мигранты заняты на самых низкооплачиваемых работах. Воспитание детей затрудняется отсутствием одного или обоих родителей. А также в некоторых странах увеличение мигрантов может стать причиной увеличения уровня преступности. Численность мигрантов в мире в настоящее время превысила 250 миллионов человек. Основной поток мигрантов приходится на 20 стран. Страны с наибольшим количеством иммигрантов. Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Германия, Россия, Великобритания, А также Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Канада, Австралия, Испания и Казахстан. К странам с наибольшим количеством эмигрантов относят Индию. За период с 2000 по 2017 год количество эмигрантов составило более 16 миллионов человек. Мексика 13 миллионов, Россия, Бангладеш, Китай, а также Сирия, Пакистан, Украина, Филиппины и Великобритания. Главными причинами роста миграции в мире считают увеличивающийся разрыв между уровнем жизни развитых и отсталых стран, развитие технологий, которые облегчили перемещение между странами и континентами, облегчение возможности устроиться на новых местах и снижение стоимости перемещения, облегчение визовых режимов, нестабильность в ряде регионов Азии и Африки, а также современные средства связи позволяют иммигранту сохранить тесную связь со своей исторической родиной. Выделяют современные тенденции международных миграций. Рост нелегальной миграции, которая носит ярко выраженный трудовой характер. Работники приезжают, прибывают и уезжают из страны с нарушением законодательства. Рост вынужденной миграции больше всего из Африки, Ближнего и Среднего Востока. Данная миграция обусловлена межэтническими, межрелигиозными и другими конфликтами на территории государств. Увеличение демографической значимости международной миграции. Наиболее развитые государства мира восполняют дефицит трудовых ресурсов именно за счет миграции. Глобализация мировых миграционных потоков. На сегодняшний день практически все страны мира вовлечены в так называемый глобальный миграционный феномен. Качественные изменения в потоке миграции. Сегодня преобладают специалисты с высоким образованием, а некоторые страны разрабатывают программы по привлечению и удержанию таких специалистов. Например, Соединенные Штаты Америки, Канада, Швеция и другие государства. Таким образом, миграция имеет следующее значение. Изменяет численность населения. В районах с оттоком населения численность уменьшается, а в районах с притоком мигрантов повышается. Изменяет половой, возрастной состав населения в районах, откуда мигранты уезжают и куда приезжают. Влияет на процессы урбанизации. Оказывают влияние на формирование системы расселения. Влияет на рынок труда. Сокращает при отъезде и увеличивает при въезде трудоспособное население. Перейдем к выполнению заданий. Установите соответствие между видом миграции и ее характеристикой. Проверьте себя. Маятниковая миграция поездка на работу и с работы. Постоянная миграция переезд в другой регион. Сезонная миграция поездка в отпуск. Задание 2. Назовите возможные причины переезда из села в город и из города в другой город. Например, одной из причин переезда из села в город может стать поиск работы по профессии. А причиной переезда из одного города в другой поиск более высокооплачиваемой работы. Задание 3. Отметьте на карте основные центры иммиграции. Верно. Основными центрами иммиграции являются Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, страны Персидского залива. Задание 4. В последние годы поток беженцев в Европу из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока усиливается. Подумайте и объясните, что привело к такому вынужденному шагу. В чем, по вашему мнению, основная причина подобной ситуации? Подведем итоги урока. Сегодня вы научились объяснять направления, причины и следствия миграции населения мира. На этом урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова